Я волшебник Сивка-бурка. Русская сказка. Жил-был старик, и было у него три сына. Младшего все Иванушкой дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница, Да только повадился кто-то пшеницу мять да топтать. Вот старик и говорит сыновьям, Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь по очереди. Поймайте вора. Настала первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь. Да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит, Всю-то ночью я не спал, пшеницу стерек. И зяб весь, а вора не видал. На вторую ночь пошел средний сын. И он всю ночь проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед Иванушки дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пошел. Пришел в поле, сел на камень. Сидит не спит, пирог жует. Вора дожидается. В самую полночь прискакал на пшеницу конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит. Из ушей дым столбом валит. Из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть. Не только ест, сколько копытами топчет. Подкрался Иванушка к коню и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил. Не тут-то было. Иванушка вскочил на него ловко и ухватился крепко за гриву. Уж конь носил-носил его по чисту полю. Скакал-скакал, не мог сбросить. Стал конь просить Иванушку. Отпусти ты меня, Иванушка, на волю. Я тебе за это великую службу сослужу. Хорошо, отвечает Иванушка. Отпущу, да как я тебя потом найду? А ты выйди в чисто поле, в широкое раздолье. Свистни три раза молодецким посвистом. Гаркни богатырским покриком. Сивка-бурка, вещий-каурка. Стань передо мной, как лист перед травой. Я тут и буду. Отпустил Иванушка коня и взял с него обещание. Пшеницы никогда больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой. Ну рассказывай, что ты там видел, спрашивают братья. Поймал я, говорит Иванушка коня. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. А где же конь? Да он пообещал больше не ходить в пшеницу. Вот я его и отпустил. Не поверили Иванушки братья. Посмеялись над ним в волю. Да только уж с этой ночи и вправду никто пшеницы не трогал. Скоро после того разослал царь гонцов. По всем деревням, по всем городам. Клич-кликать. Собирайтесь, бояре да дворяне. Купцы да простые крестьяне. К царю на двор. Сидит царская дочь Елена, прекрасная, в своем высоком тереме у окошка. Кто на коне до царевны доскочит, да с ее руки золотой перстень снимет. За того она замуж и пойдет. Вот в указанный день собираются братья ехать к царскому двору. Не за тем, чтобы самим скакать. А хоть на других посмотреть. А Иванушка с ними просится. Братцы, дайте мне хоть какую-нибудь лошаденку. И я поеду. Посмотрю на Елену прекрасную. Куда тебе дурню? Людей что ли хочешь смешить? Сиди себе на печи, да залу пересыпай. Уехали братья. А Иванушка дурачок и говорит братниным женам. Дайте мне лукошка, я хоть в лес пойду, грибов наберу. Взял лукошка и пошел, будто бы грибы собирать. Вышел Иванушка в чисто поле, в широкое раздолье. Лукошка под куст бросил. А сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком. Сивка, бурка, вещийка, урка, стань передо мной, как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Что угодно, Иванушка. Хочу посмотреть на царскую дочь Елену Прекрасную, отвечает Иванушка. Ну, влезай ко мне в правое ухо, в левое вылезай. Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез. И стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел, носив кубурку, и поскакал прямо к городу. Нагнал он по дороге своих братьев, проскакал мимо них, пылью дорожной осыпал. Прискакал Иванушка на площадь, прямо к царскому дворцу, смотрит народу, видимо-невидимо. А в высоком терему у окна сидит царевна Елена Прекрасная. На руке у нее перстень сверкает, цены ему нет. А собой она красавица из красавиц. Глядят все на Елену Прекрасную, и никто не решается до нее доскочить. Никому нет охоты шею себе ломать. Ударил тут Иванушка сивку-бурку по крутым бокам. Фыркнул конь, заржал, прыгнул. Только на три бревна до царевны не допрыгнул. Удивился народ, а Иванушка повернул сивку-бурку и ускакал. Кричат все, кто таков, кто таков. А Иванушке и след простыл. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. Примчался Иванушка в чисто поле, соскочил с коня, влез ему в левое ухо, а в правое вылез. И стал по-прежнему Иванушкой дурачком. Отпустил он сивку-бурку, набрал полное лукошко мухоморов и принес домой. «Эва, какие грибы хорошие!» Рассердились братьни и жены на Иванушку и давай его ругать. «Какие ты, дурень, грибы принес, только тебе одному их и есть!» Усмехнулся Иванушка, забрался на печь и сидит. Воротились домой братья и рассказывают женам, что они в городе видели. «Ну, хозяйки, какой молодец к царю приезжал, такого мы сроду не видывали. До царевны только на три бревна не доскочил». А Иванушка лежит на печи да посмеивается. «Братцы родные, а не я ли это там был?» «Куда тебе, дурню, там быть? Сиди уж на печи, да мух лови!» На другой день старшие братья снова в город поехали, А Иванушка взял Лукошка и пошел за грибами. Вышел в чисто поле, в широкое раздолье. Лукошка бросил, сам свистнул молодецким посвистом, Гаркнул богатырским покриком. «Сивка, бурка, вещийка, урка, Стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, Из ушей дым столбом валит, Из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка, сивки-бурки, В правое ухо, а в левое вылез. И стал молодец молодцом, Скочил на коня и поскакал ко двору. Видит на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, А скакать никто не думает, Боятся шею себе сломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бокам, Заржал сивка-бурка, Прыгнул, только на два бревна До царевни на окна не достал. Поворотил Иванушка сивку и ускакал. Видели, откуда прискакал, Не видели, куда ускакал. А Иванушка уже в чистом поле. Отпустил сивку-бурку, А сам пошел домой. Сел на печь, сидит, дожидается братьев. Приезжают братья домой и рассказывают, Ну, хозяйки! Тот же молодец опять приезжал, Не доскочил до царевны только на два бревна. Иванушка и говорит им, Братцы, а не я ли это там был? Сиди, дурень, помалкивай. На третий день братья снова собираются ехать, А Иванушка говорит, Дайте мне хоть плохенькую лошаденку, Поеду и я с вами. Сиди, дурень, дома, Только тебя там и не хватает. Сказали и уехали. Иванушка вышел в чисто поле, В широкое раздолье, Свистнул молодецким посвистом, Гаркнул богатырским покриком. Сивка-бурка, вещий-каурка, Стань передо мной, Как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, Из ушей дым столбом валит, Из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, Как вкопанный. Влез Иванушка коню в правое ухо, А в левое вылез. Стал молодец молодцом И поскакал к царскому двору. Прискакал Иванушка к высокому терему, Стегнул сивку-бурку плеткой, Заржал конь пуще прежнего, Ударил о землю копытами, Прыгнул и доскочил до окна. Поцеловал Иванушка Елену Прекрасную в валые губы, Снял с ее пальца Заветный перстень и умчался. Только его и видели. Тут все зашумели, закричали, Руками замахали. Держи его, лови его. А Иванушки и след простыл. Отпустил он сивку-бурку, Пришел домой, Одна рука тряпкой обмотана. «Что это с тобой приключилось?» Спрашивают братнины жены. «Да вот, искал грибы, На сучок накололся и полез на печку». Вернулись братья, Стали рассказывать, что и как было. «Ну, хозяйки, Тот молодец в этот раз Так скаканул, Что до царевны доскочил И перстень с ее пальца снял. Иванушка сидит на печке, Да знай свое, Братцы, не я ли это там был? Сиди, дурень, Не болтай зря». Тут Иванушке захотелось На царевен драгоценный перстень взглянуть. Как размотал он тряпку, Так всю избу и осияло. «Перестань, дурень, С огнем баловать!» Кричат братья. «Еще избу сожжешь, Пора тебя совсем из дому прогнать!» Ничего им Иванушка не ответил, А перстень снова тряпкой обвязал. Через три дня царь снова клич кликнул, Чтобы весь народ, Сколько ни есть в царстве, Собирался к нему на пир, И чтобы никто не смел Дома оставаться. А кто царским пиром побрезгует, Тому голову с плеч долой. Нечего делать, Отправились братья на пир, Повезли с собой и Иванушку-дурачка. Приехали, уселись за столы дубовые, За скатерти узорчатые, Пьют, едят, разговаривают. А Иванушка забрался за печку в уголок И сидит там. Ходит Елена Прекрасная, Почует гостей, Каждому подносит вина и меду, А сама смотрит, Нет ли у кого на руке Ее перстенька заветного. У кого перстень на руке, Тот и жених ее. Только ни у кого перстня не видно. Обошла она всех, Подходит к последнему, К Иванушке. А он за печкой сидит, Одежонка на нем худая, Лаптишки рваные, Одна рука тряпкой обвязана. Братья глядят и думают, Ишь ты, царевна, И нашему Ивашке вина подносит. А Елена Прекрасная подала Иванушке Стакан вина и спрашивает, Почему это у тебя, молодец, Рука обвязана? Ходил в лес по грибы, Да на сук накололся. А ну-ка развяжи, покажи. Развязал Иванушка руку, А на пальце у него царевнин перстень заветный, Так и сияет, так и сверкает. Обрадовалась Елена Прекрасная, Взяла Иванушку за руку, Подвела к отцу и говорит, Вот батюшка мой жених и нашелся. Умыли Иванушку, Причесали, одели, И стал он не Иванушкой дурачком, А молодец молодцем, Прямо и не узнаешь. Тут ждать да рассуждать не стали, Веселым перком да за свадебку. Я на том перу был, Мед пиво пил, По усам текло, А в рот не попало. Вот и сказочки конец, А кто слушал, молодец.